Доброе утро, дорогие друзья! Журнал «Миллиардера Форбс» в России терпит убытки. Объемы печатной рекламы за первые полгода упали на 16%. Руководство описывает положение так. Мы сидим на вершине пальмы на тонучем острове, когда утонет Форбс, утонет весь рынок. Чтобы оттянуть этот момент, журнал запускает образовательный проект «Школа миллиардера». Среди учредителей дочь экс-главы Кабардино-Балкарии и владельца строя рынка Синдика Конокова. Совет Федерации разрешил признавать иностранными агентами физических лиц. По мнению юристов, опрошенных коммерсантом, это позволит зачислять в такие агенты кого угодно. Например, любых видеоблогеров, получающих деньги от YouTube. Каждого, кто продавал товары на онлайн-биржах или сдавал квартиру иностранцам, а также студентам, которым доставалась стипендия из-за границы. В Сербии разгорелся скандал в связи с фактами теневой продажи оружия Украине. Болгарский портал Watch Arms опубликовал статью о том, что ВСУ обстреливают Донбасс сербскими минами М-73. Текст сопровождался фотографиями. По версии журналистов, боеприпасы с фабрики Крушик поставлялись на Украину через Польшу, а ключевую роль в цепочке играла фирма отца замглавы МВД Стефановича. Архангельский суд оштрафовал участницу митинга в защиту Шиеса за исполнение гимна страны. Судья Уткина пришла к выводу, что митинг не являлся торжественным мероприятием, на котором петь гимн разрешается по закону, а потому гражданке Вишкурцевой был выписан штраф за административное нарушение. Зато без гимна и флага могут остаться российские спортсмены. Комитет по соответствию ВАДа рекомендовал отстранить команду от участия в международных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх, на 4 года. Комитет считает, что российские чиновники от спорта скрывали положительные тесты на допинг. Им теперь могут закрыть въезд на международные соревнования, а у страны отобрать право их проводить. США готовятся к возобновлению лунной программы. В Огайо сотни людей встречали редкий самолет Супер Гуппи, использующийся НАСА для транспортировки космических модулей. Лайнеру почти полвека и в грузоподъемности он в 10 раз уступает Руслану. Но это единственный в мире борт с высотой потолка 8 метров. Супер Гуппи привез на базу Палмбрук фрагменты лунного корабля «Орион», которому в случае успешных испытаний предстоит совершить пробный полет в следующем году. Если получится, в 2024-м на Луну отправят астронавтов. Между тем, миллиардер Маск обвинял НАСА в слишком теплом отношении к Боингу, который параллельно со SpaceX разрабатывает корабль для доставки экипажей на МКС. По словам Маска, он готов доставлять одного астронавта за 50 миллионов долларов, а Боинг — за 90. После списания шаттла НАСА зависит от Роскосмоса, которому уже заплатило больше 4 миллиардов за переправку на орбиту 70 человек. Американский посол в Пекине Брейнстед вызван в китайский МИД. Там ему заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела КНР. Повод принятия Конгрессом резолюции по Гонконгу и шокирующий результат на выборах в местные советы, где кандидаты от либеральных сил получили 389 мест из 452. Оппозиция отпраздновала победу с американскими флагами. Это, впрочем, не помешало интернет-гиганту Алибаба разместить свои акции на гонконгской бирже. За день его котировки выросли на 6%. Командующий корпусом Стражей Исламской Революции генерал Салами пообещал уничтожить Америку. Выступая перед толпой на центральной площади Тегерана, Салами обвинил США, Британию, Саудовскую Аравию и Израиль в разжигании протестов в Иране. Мы долго терпели, но если они пересекут красную черту, то будут уничтожены, пообещал Салами. В официальном инстаграме самого главного протестного коллектива Rage Against the Machine появилось расписание первого за 20 лет концертного тура. Через несколько секунд его удалили, но было поздно. Теперь выступления Рэтм ждут не только в США, но также в Лондоне, Сеуле, Ни-Игате, Амстердаме, Богате и Рио-де-Жанейро. Свекр Водяновый, владелец Луи Виттон, миллиардер Арно, становится самым богатым человеком в мире. По данным Форбс, его состояние теперь 106 миллиардов долларов, а это больше, чем у Гейтса и Безоса. Весной Арно пообещал 200 миллионов евро на восстановление сгоревшего Нотр-Дама. Правда, чек выписал только в октябре. Полгода ремонт ввелся на деньги простых французов, собравших 80 миллионов. Англия отказалась выполнить решение ООН и вернуть архипелаг Чагас в Индийском океане Республики Маврикий. Международный суд обязывал Лондон сделать это до 22 ноября, однако Foreign Office настаивает на английском протекторате, сохраняющемся здесь с 1814 года. В состав архипелага входит остров Диего Гарсия, где расположен крупнейший американский аэродром. Аэродром-подскока с ядерными бомбардировщиками. ООН не раз указывала, что Англия не имеет права сдавать его в аренду. Против голосовали США, Венгрия, Израиль, Австралия и Мальдивы. Таким образом, под контролем Великобритании остаются 14 колоний, под контролем США – 5. Канадская дворняга Сиренити спасла от смерти пятерых котят. Спасатели из Онтарио обнаружили припорошенное снегом животное на обочине дороги. Когда они приподняли собаку, то увидели черных котят, которых та защищала от холода. История прогремела в соцсетях, теперь у всех бездомных появятся хозяева.